С каждым годом компьютеры становятся все умнее и умнее. Вчера мы научили машину играть в настольную игру, сегодня она уже победила чемпиона. Мы все понимаем. Прогресс, светлое будущее, все дела. Но где гарантии, что завтра эта железяка не нажмет на большую красную кнопку и не взорвет здесь все к чертям собачим? Выход только один. Придумать эту кнопку раньше. Искусственный сверхинтеллект чуть ли не самая большая угроза выживанию человечества и в то же время это самая большая надежда на светлое будущее. С одной стороны, сверхразум может подарить нам билет в настоящий рай, накормить голодающую планету, излечить все болезни, придумать кучу полезных технологий, изучить космос и ответить на все вечные вопросы. Но с другой, посчитав нас угрозой или просто лишним звеном, новоиспеченный бог всего за несколько секунд сможет превратить нашу жизнь в ад и стереть человечество с лица Земли. Как этого избежать? Наверное, самый легкий путь — не создавать его вовсе. Хотя, наверное, это самый нереальный способ. Но как это? У нас есть шанс сделать нечто, что решит все наши проблемы за нас, и мы упустим эту возможность? Не-не-не, вы что? Раз уж начали, то в любом случае доведем дело до конца, чего бы оно ни стоило. Оно и правильно. Ведь если бы люди всегда слишком скептически относились к прогрессу и при малейшем намеке на опасность прекращали работу над той или иной технологией, мы бы все еще жили в каменном веке. Прогресс необходим. Ведь, по сути, это главный смысл нашего существования. Да и в направлении искусственного разума у нас определенно есть успехи. Прецедентов, когда наш пока еще недоразвитый искусственный интеллект превзошел своего создателя, не так уж и много. Но они есть. К примеру, та пресловутая победа в игре «Гоу» или недавняя история с летчиком Асом, который проиграл искусственному разуму и был сбит в виртуальном воздушном бою. И множество более мелких побед, о которых не трубят во всех новостях. Мы уже сделали первый шаг навстречу неизвестному. Глупо будет остановиться. Я лично вижу два возможных варианта развития событий. Либо мы создадим чудо-машину, исполняющую мечты, либо сотворим самое страшное воплощение зла. Поэтому, чтобы минимизировать последствия от последнего, нам нужно придумать, как его контролировать. Именно контроль над машиной является наиболее вероятным способом остановить робоапокалипсис. Нам нужна большая красная кнопка «Выкол», которая, случись что неладная, вырубит всех железяк и спасет нас от гибели. Над этим уже работает Google. Ну как Google? Так, небольшая команда ученых из Оксфордского университета и лаборатории DeepMind. И может показаться, что все круто. Вот создадут ребятки эту кнопку, и мы спасены. Но мы ведь говорим не о тупой машине, созданной для выполнения команд человека. Верно? Мы хотим создать систему, которая будет учиться на своих ошибках и бесконечно совершенствовать себя. Первая версия сможет создать вторую, которая будет лучше. А вторая, будучи умнее оригинала, создаст еще более продвинутую третью и так далее. В определенных условиях такой процесс самосовершенствования может повторяться до тех пор, пока не будет достигнут интеллектуальный взрыв. Момент, когда интеллектуальный уровень системы подскочит за короткое время с относительно скромного уровня до уровня суперинтеллекта. А раз так, то ей нипочем будет обнаружить и обойти эту защиту. И вряд ли нам удастся придумать фреймворк, который ее удержит. Люди — самая ненадежная система. Как хакеры получают доступ к охраняемой информации? Правильно, социальная инженерия. Манипулируя нашими слабостями, опытный хакер при помощи хитрых уловок буквально сам заставляет отдать ему то, что он просит. А теперь представьте, что хакер — это суперинтеллект. У него, в отличие от людей, не будет никаких уязвимостей. А со своим мегамозгом он с легкостью найдет себе сообщника или же просто станет использовать нас против нашей воли, как свои руки и ноги, вследствие чего он быстро отключит защиту и закроет нам доступ к управлению. И это при условии, что мы вообще сможем ее создать. Хотя я более склонен к тому, что нереально защититься от того, чего не понимаешь. А если наш суперразум будет самосовершенствоваться, то понимать мы его перестанем очень быстро. Поэтому я думаю, что нет. Мы никак не сможем остановить искусственный разум, если тот пожелает от нас избавиться. Создать — да. Контролировать — нет. А теперь вопрос к вам, дорогие зрители. Как вы считаете, мы можем уберечь себя от худшего сценария и не воплотить в реальность сюжет Терминатора? Или это в любом случае неизбежно и остается только надеяться, что мы создадим доброго робота, который не захочет нас убивать? Пишите свои ответы в комментариях, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Пока!